Всем привет! На кухне Эхо. Мы выносим сейчас отсюда мебель и собираемся начинать ремонт. Я уж не буду наши стены показывать, которые будем ремонтировать. Они слишком страшные, если учесть, что наша крыша продолжает течь. Сезон дождей никуда не делся. Но так как нам ее в любом случае не починят в этом году, как ни бейся, бесполезно. Крышу целую поменять. Очень быстро денег они все равно не выделят. Поэтому мы решили хоть какой-то ремонт, хоть как-то поклеить, чтобы немножко освежить квартиру, чтобы не было эффекта пещеры. Поэтому сейчас мы все выносим и будем делать ремонт. Ну и давайте на фоне кофейного полотенчика я вам расскажу об этой зубной пасте. Сегодня ее потестировали, все свои отложили. Хотелось именно узнать, что же за паста такая Усплат, которая дает прекрасные обещания. Аня посоветовала, за что огромное спасибо. Паста, девочки, классная. У нее аромат такой, знаете, мяты. Ну, в общем, вот чего-то зеленого. Скорее всего, это прямо конкретный аромат мяты. Бывает такая, как двойная мята в жвачках, в оболочках, когда вот пишут двойная мята, супер свежесть. Вот такая мята. И там есть аромат добавлен кофе, но он не так ярко выражен. В основном аромат вот больше как бы вот этой вот свежести. Чистит классно, очищает хорошо. Но с одного раза я уж не скажу, что у меня прямо белизна на два тона. Но это накопительный скорее эффект будет. Ну, очищение дало хорошее, свежесть дало классную. С утра прямо я аж это бодрячком проснулась. Теперь мне нужно, чтобы прошло какое-то время. Потому что, например, после такой чистки зубов сразу кофе ты не выпьешь. Вкус будет искажен. Поэтому сейчас буду стакан воды пить сначала. Ждать, когда паста осядет во вкусовых рецепторах. И потом уже можно пить спокойно кофе. Вот, по этому пасту я, да, хвалю Аню. Спасибо тебе за совет. Вряд ли я ее сейчас далеко уберу. Скорее всего она будет следующая на очереди. Но я думаю, что я к ней хотя бы раз в недельку буду обязательно обращаться и пользоваться. Классная. Понравилась. Она белого цвета, густая такая. Ее надо немножко. Я, наверное, выдавила вот такое количество. И я просто захлебывалась пеной. Пены было очень много. Она очень пенистая. Поэтому реально экономичная. Очень экономичная. Классная паста. Рекомендую, девчонки. Кто увидит, попробуйте и напишите ваше мнение, когда попробуете, как она вам. Ну и повторюсь, я вот заказывала ее на рандеву. Если вы будете вдруг брать там, промокод под каждым роликом. Пользуйтесь. И ссылка на рандеву есть, и промокоды есть. Вот, поэтому можно брать и на том сайте. Ну, а если вы найдете в магазинах где-то, то можно, конечно же, купить и в магазине. Потолок мы решили покрасить. И хотим огромнейшее спасибо сказать за этот совет. Даже в голову не пришло, что можно плитки не менять, а их просто покрасить. Потому что проблема, раз не решена, в любом случае. Да и смысл какой. Ну, вот вы видите разницу. Да, не крашеные и крашеные дальше. Вы посмотрите, какая красота. Девочки, огромнейшая. Просто огромнейшее спасибо, кто эту идею нам подкинул. Если я вдруг не ответила на комментарии, я все их читаю. Они действительно полезные. Так, Дениска сейчас занимается батареей. Ну, вот трубы, видите, он по кругу красит. Сейчас батарею стенами еще не занимались. И у нас вот здесь газовая колонка. Будет вокруг нее все обрабатывать, видите. Завалено, естественно. Давайте покажу, чем мы красим радиаторы, батареи. Трубы. Вот такая эмаль для радиаторов. Глянцевая она и акриловая. Чисто белого цвета, без запаха, быстро сохнущая. Действительно классно. Мы ей уже пользовались какое-то время назад. И она нам очень понравилась. И я хочу сказать, что со временем ничего не делается. Вот у нас эта краска в запасе, но больше года точно стоит. И ничего абсолютно ей не сделалось. Вот достали и пользуемся. Ну и кисти мы брали вот такие, чтобы радиаторы батареи у нас старого типа. И изнутри красятся вот такими кистями очень даже неплохо. Вот так что работаем. И быстро сохнет все следом. То есть можно после того, как покрасить, через час уже вокруг оклеивать, например. Угол. Ну не пугайтесь, вот обои уже оторваны, обработаны будет. Поэтому угол, конечно же, страшный там. Над колонкой газовой оклеивать нельзя никакими обоями. Мы там будем красить. И вот благодаря тому, что мы там покрасим, можно будет, если будет темнеть вдруг угол или еще что-то, его мыть и подкрашивать со временем. То есть можно будет его обновлять. Поэтому вот тот угол и, возможно, вот это вот, что у нас, видите, тут еще обои не все оторваны. Над окном тоже вот эту ленту покрасим. И тогда можно его хоть раз в полгода подкрашивать и как-то заботиться о том, что будет, если вдруг с крыши течь. Вот. Пытаемся выйти из положения. Ну, здесь колонка закроется потом. Просто сняли с нее верхнюю часть железную. У нас временно, не так давно был угол обработан. Вот видите, такой клееночкой вокруг раковины. А сейчас, скорее всего, мы заменим на панельки, которые у меня были над столом с кирпичиками. Вот, скорее всего, мы сюда вставим их, чтобы как-то вот защищать от воды вот это место. Видите, надрывается все-таки клееночка. Она нестойкая. Ну, и будем тут все заменять. Сейчас пока сохнет грунтовка вот в одном месте, потом мы там будем дальше работать. Я помыла посуду после обеда. И вот думаю, что надо бы помыть как раз сейчас окно. Видите, оно у меня уже грязненькое. Не буду я ждать осени. Сейчас дожди почти каждый день идут. Но в любом случае, когда солнце сюда светит, видите, в каком состоянии окно. И у нас термометр упал. И вот эти самоклейки остались, как он был приклеен, висеть. Их тоже надо будет убрать. Вот, так что сейчас я окном как раз займусь. Приведу его в порядок. А потом Дениска продолжит уже ремонт. Все, окно у меня тоже чистое. Подоконник чистый. Красота. Занавески уже постирались. Осталось сейчас отмою гордину. И когда мы тут угол сделаем, можно будет повесить потом. Чистенько, красиво. Продолжение следует... Продолжение следует... Нет никого. Никого нет. Это Максим тебя напугал нечаянно. Никого нет. В паузах между ремонтами кто чай, кто кофе. И представляете, у вас, девочки, бывает такое, когда глаз настолько замыливается, у вас что-то заканчивается, а вы этого в упор не видите. Вот я сейчас кофе наливаю, представляете, оказывается, у нас его вот. А мне все казалось, у меня такая большая бадья. Вообще просто открытием каким-то было, что у меня, оказывается, нет кофе. Вот так вот бывает. Так что у меня на завтра нужно срочно сделать покупки, иначе я останусь без кофе. Кстати, ложечка очень классная, брала в фаберлип когда-то, боялась, что вдруг облезет. Ничего не делается, прекрасная ложка и хорошо работает. Вот, кружечку мне Мариша дарила, а ты фраши эта кружка. Обожаю, пользуюсь. Вот такая красивая сахарница у нас, которая ко мне приехала в подарок от сестренки мужа. Ну, это была не сахарница, на самом деле это хранилище для чая. Заварка была здесь. Ну вот, заварку истратили, и оставили под сахар. Ну, а вот с кофе прямо у меня оказалось, представляете, что-то прямо недосмотрела я. Бывает у вас такое, что опаньки, а нету. Это так вот мы, бывает, запасы что-то берем, например, сразу упаковку риса, ну, например, да. А потом рукой так шаришь за очередной пачкой, понимаешь, что там их нет, а у тебя уже вода кипит. Бывает у вас такое? Ну, вот у меня в последнее время такое случается. Глаз замыливается. Девочки, я не знаю, добавлю ли я что-нибудь еще в этот влог. Скорее всего, влоги сейчас будут почаще выходить. Я постараюсь их снимать, ну, как бы вот так, как есть ремонт, есть что снимать почаще. Но время уже 5 вечера. Конечно, мы сегодня еще много чего сделаем за вечер. Ну, войдет в следующий влог. Этот я закончу. Ну, что успела, то успела показать. Если интересно, вот такие кусочки от ремонта. Он у нас самый простой, самый дешевый, самый бюджетный. Насколько это возможно, просто чуть-чуть как бы вот сделать посветлее, побелее, почище место, где мы обитаемся. Это у нас же столица квартиры, кухня. Вот, поэтому, если интересно, я буду снимать и дальше вот такие коротенькие влоги. Но сильно интересного ремонта вы не увидите, конечно, потому что это ремонт не такой, какой хотелось бы, конечно, со сменой мебели, с хорошими стенами. Но вот пока так. Так что пока прощаюсь. Лучше чаще, но регулярно, чем один раз в неделю, ну, прямо капитально что-то складывать из кусочков. Давайте лучше так сделаем. Из маленьких. Напишите, что вы с этим согласны, если, то так и будут влоги выходить лучше через день, либо каждый день, если будут собираться куски. Ну и буду с вами прощаться. Спасибо, что были со мной. Всем хорошего настроения и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok